Привет, братцы! Это Чайный Зануда на телеканале Точка Отрыва. Вы наверняка слышали про чайную церемонию, китайскую чайную церемонию. Как правильно выбрать китайский чай, как правильно его заварить, как получить не только удовольствие, но и пользу. Сегодня в нашей программе вместе с Андреем Сукербергом и Брониславом Виногродским. Поехали! В этой программе мы хотим поговорить о чае. Как это ни странно. Как ни странно, да. В таком-то минске. В таком контексте, значит, и я представляю чай, который только сегодня пришел из Тайваня. Это старый тайваньский чай. Шипы, посмотрите, пожалуйста. Похоже, это 98-й год. Это именно 98-го года. Газоанализатор. Который не обжаривался, с ним ничего не происходило. Его собрали и просто положили в бочку. И вот сегодня нам его привезли, и мы его будем... Соображать на троих. Соображать на троих. И я его решил заварить вот в таком... Сукерберг не пожалеет чай. Я перебрал заваркой. Заваркой не пожалеет. Нет, в нашем случае чайных пьяниц, здесь обратная реакция. Постоянно каждый из нас хочет положить побольше. И иногда бывает такое жесткать, что пить совершенно невозможно. Вовремя сливать надо. Да. А сливаем, вы знаете, вообще молниеносно. Молниеносно. Да, чуть-чуть передержал и начинаешь... Да, да, да. Он становится, во-первых, чай тут же станет невкусным. Это основной показатель. Чай должен быть всегда вкусным. Чай никогда не должен быть горьким и вязать. Если чай горький и вяжут, лучше слей эту заварку. Не жаль ничего. Бери свою жабу, да-да-да. Да, вот смотрите, то есть вот одна секунда, и сразу же я сливаю обычно. Сколько вот... Сколько вот вы посоветуете... Это каждый... Не-не-не, каждый чай ты его пробуешь. Сначала, конечно же, первый, ты сливаешь сразу, и ты тут же определяешь, собственно говоря, как он забирает. Сколько времени надо? Сколько времени надо, да. Нету на чай, когда говорится, что вот такой чай так, если ты не пробовал, потому что каждый чай индивидуальный, чай конкретный. Даже каждая плитка? Каждая плитка, конечно. Шиф, вот мы о чае сегодня. Нашу программу смотрят огромное количество мужчин, не только в России, по всему миру. Чай, чай, китайский чай, что? А почему именно китайский чай? Вот как выбрать хороший китайский чай? Почему? А что, грузинский плохой или цейлонский чай плохой? Очень простая вещь на самом деле. Чай – сельскохозяйственный продукт. Сельскохозяйственный продукт, он на самом деле очень тонкий, он уходит корнями в тысячелетнюю культуру. И так как чай как продукт появился сначала у нас в Китае, его впервые посадили, его начали пить несколько тысяч лет назад, а впервые стали культивировать во втором веке до нашей эры. Именно в Китае? Да, именно в Китае. То есть не в Индии, не в Грузии? Более того, в Индии первый урожай чая собрали в 1848 году. До этого никакого чая… Да? О, правильный чай. Не было, никакого чая не было в Индии. Его туда завезли англичане. И Индия никогда чай не производила для себя. Индия производила, пока она была колонией английской, она производила его для Англии как таковой. А потом на экспорт. Вот и вся история. Точно так же в Грузию, в Грузии первый чай культивировали китайцы, которых туда тоже привезли, собственно, в Абхазию. Люди в одинаковых ботинках. Нет, 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 это было раньше. Это был такой чай-заводчик Попов до революции. Вот он привез несколько китайских семей, чаеводческих, которые там, собственно говоря, чай разводили и сажали. Потому что китайцы умели делать чай, знали климат, какой подходит, какая почва, какие сорта нужно там делать, какой чай из этого делать. Вот я хочу сказать, сейчас же происходит такой новый ремейк вот этого чайного производства. Сейчас и в Абхазии интересные чаи начали делать люди, но опять те, которые прошли обучение в Китае. А вы не были на этой плантации? Я не был, не был. Вы знаете, говорят, что с этой плантацией китайцы сейчас все скупают. Ну, потому что частяк, потому что экология, потому что... Потому что отдыхала земля, и ничего не росло. То есть, в принципе, есть и хорошие чаи, выращивают можно в той же Абхазии, в той же Грузии можно выращивать. Да, да, да. Климат там подходит, там очень хороший климат, собственно говоря, правильные высоты, правильный воздух, собственно говоря, правильная земля. Чай же считается, вот как раз мы тайваньский чай пьем, чай, он питается туманами горными. Вот если туманы ложатся, да, он в это время чай напитывается. То есть, если в горах, в горах. Да, да, да. Лучше, когда горы. Потому что и, в общем, до определенной, до двух тысяч метров можно чай выращивать, выше уже климат уже не подходит. Ну, а как, а вот помните, нам консул Тайваня подарил баночку 2800? Вот. Ну, это редчайший случай. Это там маленькие плантации, просто я так понимаю, что там... Да, 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 да. Несколько кустов там уже трясет, да, да. Да, нет кустов, поэтому он бешено дорогой. И там нету жучков из-за холода, да, получается, что они не на такой высоте, они не... Какими химикатами не убивают, да. Потом в Таиланде, они же, вот они же, у них там были очень такие крутые сельскохозяйственные реформы, и они много делают экспериментов всяких с чаем. Вот как наш знакомый, например, но это уже не тайваньский, у которого мы когда-то этот малайзийский чай-то покупали, помнишь, да? Ну вот, вот этот прекрасно. Вот он делает линь. Аюрведический. Линь. Я вам аюрведический. Он любит какие вещи, да, вот он, например, берет пуэрные деревья и делает из них белый чай. Да, это такой вот. Так, по идее, не принято это делать, да. А он там экспериментирует, да. Вот в Китае, кстати, мало экспериментаторов, потому что Китай держится, материк, традиция. В супермаркете купим хороший чай? В супермаркете можно купить нормальный чай, но невозможно предсказать, какой этот чай нормальный. Невозможно, потому что очень трудно, вот когда делают такие коммерческие бренды, очень трудно сохранить единообразие. Значит, это одна из основных проблем, почему нет знаменитых брендов китайского чая. Вообще, китайского чая нет брендов. Вот существует английский чай, Липтон какой-нибудь, Ньюби, да, вот эти вот есть бренды. Китайского чая бренда нет по причине того, что невозможно делать хороший чай единообразным, потому что он как вино, он должен каждый год разный, получается. То есть, если есть возможность выбирать чай, то все-таки надо выбирать специализированных магазинов. Надо выбирать в специализированных магазинах, и лучше всего там, где тебе его дадут попробовать. В принципе, это чайные клубы, при которых есть магазины, потому что там ты можешь попробовать то, что ты хочешь купить. Реально, потому что так иначе, ну, нужно понимать, что шансов никаких нет. А обязательно для того, чтобы пить чай, проходить курсы какие-то, учиться, книжечку какую-то хорошую почитать? Ну, смотря что ты хочешь пить и для чего ты хочешь пить. Если ты действительно хочешь это так же, как вот на самом деле очень характерно и поучительно, это винная культура, собственно говоря. Вот культура употребления красного вина, да, она очень похожа. То есть, в принципе, если ты хочешь просто бухнуть с друзьями, ты можешь просто бухнуть с друзьями. Если ты хочешь научиться различать ароматы, научиться видеть себе знатока, научиться точно различать, какое вино какое-то, лучше тебе что-то почитать. Лучше чего кого-то послушать, в принципе. Где-то пообщаться. Пообщаться на эти темы, да. То есть, вот для того, чтобы приобрести какие-то навыки сомелье, потому что есть винный сомелье, есть чайный сомелье. Но и очень многие это же делают не для профессиональных целей, а просто для себя, потому что... Саморазвитие. Да, саморазвитие, потому что становятся богаче, что называется, словарь твоих ощущений. У меня следующее наблюдение, и меня поддержит наш коллега Андрей, что очень много ребят, которые в свое время злоупотребляли алкоголем или, не дай бог, какими-то тяжелыми веществами, очень много ребят уходят в чайную культуру, потому что она приносит реальные замещения. Но я, по крайней мере, знаю таких достаточно много людей, и она им помогла пройти вот эти моменты преодоления какой-то зависимости. Я просто реально знаю очень много людей. И вообще на всех вот этих курсах, которые выводят из ядов, так скажем, очень много мастеров, которые там заваривают чай. Потому что это и, ну, как мне кажется, ритуал у тебя, у тебя заберяется время. И также общение, потому что все равно там, ну, вот выпивают, садят, общаются, там, разговаривают на какие-то темы. И это замещение и не приносящие вред организму, как мне кажется. Здесь еще такая история. Во-первых, это происходит детоксикация чайного детоксина. Это раз. Второе – чай по китайской медицине, по которой все расписано, попадает в меридианы печени и сердца. Тогда как алкоголь попадает в меридиан почек, значит, в первую очередь. И поэтому печень и сердце у тебя как бы… Он оздоравливает печень и сердце, значит. И это тоже помогает выходить вот из этих состояний зависимости. Третье… То есть это реально так? Да, это реально так. Он снимает зависимость. А и третье – чай, его основное действие, он трезвит. Трезвит. Вот в православии есть такая практика трезвения. Вот, собственно, чай трезвит то же самое. Чай делает сознание более ясным. Собственно говоря, чай – это основное воздействие чая. Он проясняет твой ум и делает состояние трезвым и ясным. И так, что ты яснее видишь происходящее. И у тебя появляется возможность яснее видеть себя. И он, конечно, дает энергию, собственно говоря. Механика этого, она разнообразная. Но одна из основных каких-то вот этих вот точек воздействия – чай делает, восстанавливает эластичность кровеносных сосудов. То есть это прямое воздействие на оздоровление? Это прямое воздействие на оздоровление. А эластичность кровеносных сосудов, ну, как бы вообще делает внутреннюю гибкость твою, повышает, следовательно. Ну, это по профилактике, опять же, всех вот инсультов сердечно-сосудистых заболеваний. Да, 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 абсолютно верно, да. У меня вопрос. Вот я, например, вот там чай на ночь не пью, потому что вот есть определенные сорта чая, которые взвинчивают. Если я вечером там пуэру выпил, то я, естественно, прыгаю там до трех ночи, я все иду уже практикую. Вот китайская история – никакой чая после 7 вечера пить не следует. Вот, никакой. 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 Вот у меня есть везде танины. Да, потому что все, он чай трезвит и будет. Разве зачем тебе, собственно говоря, вообще вся вот эта китайская история – будь в согласии с внешней и внутренней природой. И если тебе время ложиться спать, если ты хочешь утром встать свежим и практиковать, ну, зачем тебе, когда ты собираешься спать, разбудить себя? Если тебе хочется выпить чего-нибудь горяченького, немножко, по сути дела, потому что почки тоже не нужно нагружать на ночь, собственно говоря. Ну, выпей мяты, ромашки, завари травку какую-нибудь, там, чабреца какого-нибудь такого. То есть, травяные какие-то… Травяные чайи не добавляют туда вообще никакой заварки листа камелия шинезис. Что это такое? Камелия шинезис – это название артистского чая. Камелия китайская. Это же дама с камелиями, это была дама с чаем. То есть, на стоечке после семи вечера уходим на на стоечки, на травяные сборы. Ну, да, если вообще надо. Надо, лучше вообще не пить. Я вот вечером, к примеру, я ухожу на теплую водичку. Именно на теплую водичку. Я когда-то подсмотрел, честно говоря, один мастер приезжал на семинар, и допоздна мы практиковали. Постоянно он с термосом сидел, он постоянно пил. Я говорю, что это такое? Аюрведический чай. Я ходил, там, три дня выспрашивал, там, подсматривал, задел, думал, ну, что же он туда сыпет? Он в конце уже сжалился, сказал, да просто вода кипяченая и теплая. Вода же, вода, штука серьезная, как таковая. Вот я-то упоминал как-то в разговорах наших, что есть такой древний трактат по диетологии, по-китайской. Он начинается с того, что перечисляется около тысячи разных источников. Трактат 15 века этот. Каждый из которых имеет воду определенного свойства, которое оказывает разного рода целебное воздействие. Разная вода из разных источников опять попадает в разные меридианы, имеет разный вкус. Это все описано. Поэтому вода, вот в китайские, когда я когда-то открывал первый чайный клуб, еще давным-давно. Где мы и познакомились, где мы и познакомились в саду Эрмитарии. Вот я тогда написал одному своему уже покойному другу, лорду такому английскому, Джеймсу Уэлсу Уэлсли, который был любителем Китая. Он написал, значит, что вот я собираюсь сделать чайный клуб, а он мне написал по-английски, это почему? Слава, как ты собираешься решать проблему с водой? Ведь ты же помнишь, что китайские знатоки, ученые, когда брали, ехали в поход, они брали с собой воду специальную для чая. Да, специальную воду для чая. То есть для чая вода, в принципе, подбирается вообще как таковая, да? Но и это связано с тем, что вода, она реализует вкусы, вода, она подчеркивает вкусы. Вода, ну и на самом деле, конечно же, даотская концепция, нет ничего лучше, чем чистая вода. Самый лучший чай – это чистая вода. Мы пока еще не совершены, позволяем себе побаловаться ячейком. У меня вопрос, как у человека, который, в принципе, я люблю кофе. Я люблю кофе, не то, чтобы я к нему пристрастился. У меня был период, когда я готовился к соревнованиям, и мне надо было постоянно гнать форму. Я просто постоянно засыпал, хотелось спать. И я начал пить кофе, а потом поймал себя на мысли, что я выпиваю 8 кофе в день. И я реально, как бы, у меня заняло достаточно серьезное время, чтобы просто вот, в буквальном смысле, соскочить с него. Кофе можно, нельзя, в каких пропорциях? Это, на самом деле, это на любителя. На любителя. Да, конечно же, в любом случае, в сравнении с чаем никаких пропорций нет. Это на любителя, и то, и другое должно иметь определенный уровень ритуализации. Нельзя просто хлебать, чтобы, типа, нагнать свое состояние. Крышечку понюхайте, это просто, запах не кончается, это что-то какое-то сказочное. Я же это знаю. Вообще, понюхай. Это тайваньский, это тайваньский аромат, да? Да, очень хороший, очень хороший, да. У тебя и крышечка очень правильная. Да. Такая дышащая. Прям как надо, да. Да. Вообще невероятный. Невероятный какой-то такой, поощущающий, коричневый запах, почему-то у меня коричневый цвет. Да, вот коричневый собак. Они согласуют, такой запах, да? Насыщенный, так. Поэтому вот я хочу еще раз вот это сказать в ответ на вопрос на этот, что на самом деле, что чай, что кофе, главное, это так же, как и в цигун, относиться к этому процессу внимательно, спокойно, потому что дышать надо ровно, плавно, мягко, длинно, глубоко, тонко. И точно так же нужно работать, пить чай, пить кофе, я не знаю. Мы можем сказать, что это тот же цигун. Абсолютно верно, да. Да, абсолютно верно. То есть тоже гунфу, когда они вот перевод гунфу, да, мы там гунфу чая, не на ходу и не из пластикового стакана. Ни в коем случае. Это как сигару, вот курить сигару, люди, когда бегут, курят сигару на бегу, я смотрю, мне этих людей жалко. Это неправильно. Мне их жалко. Мне кажется, что вот это та же самая тема, да, да, я там, я не курю табак много очень лет, но мне кажется, там, если уже курить, то, конечно, курить трубку или сигару, да. И, конечно же, в отдельной ситуации, в правильно выстроенных обстоятельствах, потому что играет роль не только качество чая или качество кофе или качество еды, а в первую очередь роль играет качество твоего состояния. И окружение. А окружение формируется в зависимости от твоего состояния, да. Если ты правильное состояние держишь, густое свое состояние, собранное, концентрированное, среда, обстоятельства подстроиться, по-другому не бывает. Чая сколько можно пить в день, чтобы себе не навредить? Буквальный утилитарный вопрос от наших зрителей. Мне уже в голову приходят вопросы от зрителей. Конечно, конечно. Опять абсолютно во всем нужно знать чувство меры. Для того, чтобы знать чувство меры, нужно еще знать себя, в принципе. Потому что для каждого человека мера разная, но нужно знать свою меру как таковую. И чай бывает разный. Бывает разный способ, степень, уровень заварки. Разное время употребления чая. Поэтому единого рецепта давать не только нельзя, но и вредно. Категорически нельзя. Поэтому нужно понимать, нужно ко многим вещам относиться, не терять этого детского восприятия. Нужно не забывать возможность учиться в любом абсолютно возрасте, в любое время. Так же, как заниматься тягун, точно так же и пить чай. Нужно учиться точно так же по давляющему большинству моих любимых соотечественников. Нужно учиться правильно кушать, правильно спать, правильно любить друг друга. Потому что всему надо учиться. Употребление чая, правильно, оно, как правило, является первым шагом. Я тоже много наблюдал к практике, к дальнейшей. То есть человек сначала начал, ну, лично в моей жизни так случилось. Я пришел сначала в клуб чайной культуры. Там я познакомился со своим мастером, Сергеем Борисовичем. И так вот, как шаг за шагом, я пошелся с ним дальше по жизни уже практиковать. Вот что про это можно сказать? Когда чай тебя выводит дальше на практике, какие-то тонкие цыгунки. Потому что появляется, это вот как бизнес делает, вот появляются лишние денежки, можно их куда-то вкладывать. Появляется лишнее, свободное, спокойное, качественное внимание. Внимание – это есть эквивалент времени. Не вот неправильное слово «time is money». «Time is attention». Время – это внимание. И самый большой твой ресурс – это внимание. Чай позволяет создать у тебя правильное поле качественного внимания, правильного уровня напряженности и расслабленности. И тогда у тебя появляется время на правильные действия. То есть можно просто пить чай, и весь мир начинает кружиться вокруг тебя. Это правда. Потому что чай – это действительно удивительный напиток. Ведь не зря же его пьют, ну сколько, осознанная культура употребления чая существует более трех тысяч лет, по сути дела. Считается, что ведь как открывателем, первым открывателем китайского чая является мифический китайский правитель Шэнь Нун – пахарь духа или божественный земледелец, который жил, по оценкам китайским историографов, около 8 тысяч лет тому назад. Он как раз был создателем китайской медицины. И у него был такой опыт, когда он должен был испробовать 72 ядовитых травы в течение дня. И вот, собственно, детоксикацию он проводил чаем. То есть несколько было случаев, когда он сильно чем-то травился, пробуя эти травы. И он выживал только благодаря тому, что выпивал чай. Чай чистит очень хорошо. Поэтому чай – основа всего. Если ты правильно начинаешь пить чай. Я тоже знаю, у нас масса людей, более того, которые бросили курить, употреблять алкоголь. Не потому что хотели, а потому что начали пить чай. И оно естественным образом как-то у них это все произошло. Хотя при этом я вот помню этих людей, которые говорят, да никогда. Вот это я, чтобы бросил, да зачем мне это надо. А потом раз-раз-раз как-то и на чаек, на чаек, на чаек, и все. И опять механизм заключается в том, что появляется свободное, качественное внимание. Это самая главная история. И это как некий такой, есть этот вишеш-секол, да, вот этот, не этот, порочный круг, да. И есть вот такой, я думаю, добрый круг тоже такой. Вот ты когда начинаешь делать правильное дело, он тоже порождает этот круг. Который тебя запускает на правильную орбиту, если говорить таким языком. Вот употребление чая правильное, оно вот делает, оно тебя трезвит, оно делает тебя яснее. Оно позволяет тебе принимать более взвешенные, правильные решения. И ты естественным образом, куда тебе еще идти, в какую сторону? Ты начинаешь ценить самое ценное, что у тебя есть. Твое качественное, спокойное, ясное состояние. И начинаешь инвестировать туда свое внимание. Вот этот чай для этого нужен. Слифу, какие стоит книжечки почитать? Вот просто, если уже образовываться, то что можно порекомендовать нашим зрителям? По чаю-то? Да. Ну, мне неловко говорить, собственно говоря... Ну, я понимаю. Пусть чая, собственно говоря, который я очень давно все эти сделал, там, такой. Но он плодом коллективного творчества является, конечно, потому что совместные были исследования. Но в основном это на основании китайских источников и на основании моей реальной практики, да, по поводу чая. Сколько лет реальной практики? Чая? Да. Ну, наверное, 50. Ну, около... Ну, где-то вот все там. Я начал более-менее пить чай, вот, постоянно, регулярно. Вот в 17 лет я его так прям начал. И вот всю жизнь я его пью, получается. 61-44 года. Что? 44 года, да-да-да. Ну, и, следовательно, 30 лет – это уже только хороший китайский чай. Потом же, когда мне говорят, какой пить надо чай – зеленый или черный, я говорю... Да, надо традиционно. Да-да, зеленый или черный. Я говорю, пейте хороший. Дорогой. Хороший, да-да-да. Ну, правда, в большинстве случаев эти вещи совпадают. Но как бы другое, дорогое, дешевое – понятие очень относительное. Да, у кого-то бриллианты мелковатые, у кого-то щи жидковатые. Поэтому, в принципе, выбирайте хороший чай. Я еще раз говорю, его надо выбирать, ну, со знатоком. Вот точно так же, как в хороших винных магазинах есть сомелье, который вам посоветует выбрать. Точно так же, вот в чайных клубах есть люди, которые посоветуют вам, как выбрать вам чай. Ну, к счастью, чайных клубов я вот езжу по стране достаточно много. Я вот, к примеру, был в городе Воронеж недавно. Опять же, что притягивает чай? Захожу, смотрю «Золотой жук» в этом клубе. Захожу в этот «Золотой жук», встречаю там сразу двоих знакомых, близких. А через 15 минут еще заходят мои ребята 25-17, друзья, вот эта музыкальная группа, оказывается, что они там с концертом. А я не могу попасть с ним на концерт уже года два, у меня все не стыкуется. То есть, то я уехал, то они приехали в Москве. Зашел попить чай. В тот же день мы пообщались, в тот же день я сходил на концерт, какой-то был такой зонопритяжения. И прекрасный там совершенно клуб. Много клубов хороших. В Хабаровске я встречал, во Владивостоке. То есть, в принципе, можно сказать, что практически в каждом городе. Почти во всех городах есть, я знаю, мне же пишут в этих клубах, в контактах, в фейсбуке. Растет этот спрут. В каких-то таких городах, про которые ты даже и не подозревал, есть эти клубы сейчас. Это очень хорошая тема, потому что мне это очень нравится, потому что тему чайных клубов я запускал именно с этой целью. Ну, первый клуб был, самый первый был. В «Гермитаже». Внедриться в вашу беседу и сказать, что вся эта заслуга, как мне кажется, это Бронислав Брониславович, который на его примере, общаясь с ним очень близко, я вижу, как он запускает какую-то энергию, и которые на моих глазах, общаясь уже продолжительный период времени, все это работает. То есть, чайная культура, нефрит. Там, я не знаю, вот сейчас последний пример, это ваша усадьба, конечно, к которой мы заехали там, первый раз это был домик на бочок, и мы сидели в этой бане, еще была с дырочками, там ветер с улицы задувал, и Бронислав говорит, вот надо создать так, чтобы были гостевые домики здесь, были, чтобы ребята какие-то помогали, и ты думаешь, дома, набок. К дому не было подъезда для машины, там тропинка была. И вот сейчас мы приехали, и как вот это, так же, как и чайная культура, и нефрита, и китайской культуры, Бронислав запускает, точно так же вот это, на примере этого домика, мы приехали, а там как гольф-поле, просто идеальный газон, выстроенные домики, все покрашено, все работает, люди, все движется. Энергия правильно движется. То есть вот это вот, видимо, фокусировка на чае, и дала дальнейший, точно так же, и я вот, я когда к чайной культуре приходил, у меня супруга пила, я ее ждал в коридоре, я думал, какая-то секта, благовоние, фу, какой ужас, я туда не пойду. И вдруг вот сейчас вот я каждое утро, начиная с того, что я зажигаю свечу или лампаду, зажигаю благовоние, без этого моя жизнь вообще невозможна. То есть приезжаю сюда, здесь тот же самый обряд, сейчас тем более вот это можжевеловое наше вот это вот. То есть только улучшаем свою жизнь, каждым днем, фокусируясь внутри, ты улучшаешь свое состояние и проживание вот этого каждого дня. У меня вопросик такой, конечно, по чаю, который интересует меня. Стихия чая. Могли бы вы так же, как вот о еде вы говорили, так же, что вот каждая стихия определенного сорта может быть, или это просто вот так? Нет, 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 это надо самому себе вот придумывать эту историю. В принципе, конечно, в каких-то чаях больше огня, в любом случае это дерево и огонь. Дерево и огонь, да? Поэтому, собственно говоря, печень соответствует стихии дерева, а огну соответствует стихии сердца. А белые чаи? Белые чаи тоже самое, дерево и огонь, только мягкий огонь получается. Это же солнце такое, получается, иньский огонь туда заходит. И в любом случае стихия дерева, как таковая. Это дерево и огонь. То есть металл, это уже, собственно говоря, там посуда какая-то, которая делается, в которой кипятится и так далее. Там эти стихии. И здесь необязательно искать какие-то специальные стихии, потому что печень и сердце – это такой максимальный концентрат ян. Это янская энергия, светлая энергия, поэтому чай и просветляет. А тонкие какие-то штуки, потому что в каждой стихии есть все остальные стихии, в каждом инь есть ян и так далее. Это ты уже сам должен исследовать по вкусу. Сейчас очень хорошие тексты пишут про чай, вот какие-то там новые вот эти. У меня же, я же, у меня чайных больше нету никаких, потому что у меня была задача просто запустить этот процесс. И я же человек… Он дальше пошел сам. Да, да, да. Именно так и запустить, чтобы он пошел сам, собственно говоря. Self-sustaining, самоподдерживающиеся процессы. Это то, что мне интересно запускать. И я сейчас вот читаю какие-то описания чаев. Ну, как-то чудесно люди пишут, какие-то там оттенки ароматов описывают. Много очень появилось хороших интернет-каналов. Реально появились хорошие интернет-каналы с экспертами. Я редко, редчайшим образом захожу куда-то в интернет, вот просто не пользуюсь. Но вот обзоры вот эти чайные прям смотрю с удовольствием. Есть пара очень интересных авторов. Ну, реально. Да, 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 правда. Очень качественно объясняют, пишут. Очень такая история пошла. Много на ютюбе можно, там несколько каналов создали ребята. Они, конечно, все равно, как показывает практика, так как мы уже давно в этой теме, они, конечно, хватает их на несколько программ. Заканчивается примерно там 3-4 максималка, потом вот это чайные дети и вот все, которые приходят и к вам, и ко мне, снимают, и потом как-то все это сбывает. Но для них это же технология входа в пространство. Потом люди начинают пить сам чай, успокаиваются. И не успокаиваются. Как-то находят каналы, находят источники, заводят знакомства правильные и все. Я как раз в этом и вижу эту историю, потому что, ну, всю жизнь заниматься чем-то там одним. Вот в этом и суть-то создать. Что еще чай помогает? Чай помогает создать себе среду, в которой тебе комфортно. Это самое главное его. И она выведет, куда тебе надо. А, да, абсолютно верно. Если ты не навязываешь, вот в китайской традиции все время говорится, что главное, я сейчас читаю чудесные рассказы такого писателя Пусун Лина, значит, мистические, красивые, чудесные, волшебные, сказки такие, да. И там, значит, один студент, один ученый дружит с судьей загробного царства, значит, который ему помогает. Я сейчас их переписываю, более того, я их не перевожу, а переписываю, я скоро прочитаете. А там, значит, этот судья, он однажды приходит к нему и говорит, слушай, ну, там уже он выбился в люди, стал министром и так далее. И этот говорит, ну, слушай, вот сейчас мне такие новости тебе надо сказать. Он говорит, что скоро жизнь кончается. Он говорит, ну, да. А ничего, а он ему много помогал там, значит, а ничего нельзя делать. Он говорит, нет, это небесные числа, здесь нельзя с корыстными вещами туда облачаться. Да, да, вот корысть, вот это такая история, не проходит. Вот, кстати говоря, это в цигуне основная тема. С одной стороны, дышать нужно ровно, плавно, нам мягко, длинно, глубоко, тонко, но в первую очередь естественно. И точно так же делать любые движения. Точно так же ты делаешь чайный глоток, точно так же ты движешь рукой, ногой, внутри своего тела, чувством, делом, всем, что может двигаться. Шефу, а китайские чайные клубы, они сильно отличаются от того, что у нас? А есть очень разные, я хочу сказать. Какие? Потому что у нас все однотипные достаточно, но так или иначе, это одна и та же публика, одни и те же, ну, согласны, да? То есть российские клубы, как бы, они все похожи друг на друга. Они российские. Да, а в Китае что ли? Да, а в Китае китайские. Значит, нет, нет, есть китайские вот клубы, действительно, есть клубы с клубной деятельностью, с такой интересной, они тоже очень разного уровня. А есть закрытые, типа, джентльменши. Есть закрытые, да, есть закрытые чайные клубы, есть, да. Но я хочу сказать, что, конечно же, на чайном рынке каждая лавка, каждая, это маленький клуб такой. Где с любовью выстроено чайное место, есть посуда, которая никогда никому не продается ни за какие деньги, есть чаи, которые пьются только для себя, есть любители, которые приходят, пьют, покупают и так далее. Вот реально так устроена эта тема, да?